Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка Республики сохраняет тенденцию к снижению выявленных новых случаев новой коронавирусной инфекции. Сегодня в целом по Республике, в столице Республики, выявлено 120 новых случаев, 260 случаев в целом выявлено по Республике. Сохраняется более напряженная, без тенденции к снижению обстановка в Мирненском, Нюрнгринском, Молданском районе и, к сожалению, остается сложная обстановка в Сунтарском и Алёкминском районах, в которых на настоящий момент сегодня выявляется достаточно большое количество случаев, которые в большей степени связаны с группами заболеваний. В 14 районах Республики фиксируется от 1 до 7 случаев новой зарегистрированной коронавирусной инфекции. Сегодня непосредственно есть определенная тенденция немного к снижению лиц в тяжелом состоянии. Сегодня в тяжелом состоянии находятся 117 человек, из них на аппарате искусственной вентиляции легких, 31 жители Республики, независимо от того, как в городе Якутске, так и в районах Республики в оборудованных реанимационных отделениях. Безусловно, в Республике на настоящий момент продолжают медицинские организации осуществлять вакцинацию населения. Сегодня уже первую вакцину получили 65,5% от взрослого населения Республики, но нужно обратить внимание, что для последней недели, вот именно этой недели, характерно небольшое снижение количества вакцинированных граждан. Вторую вакцину получили на настоящий момент 420 374 человека, и необходимо сегодня особое внимание обратить на ревакцинированных граждан 57 222 человека. Вы знаете, что средств массовой информации стало известно о регистрации вакцины, которую возможно применять относительно детей соответствующего возраста. При этом необходимо обратить внимание, что конечно же законными представителями детей являются родителями, поэтому такое решение должно быть решением родителей в семье детей при вопросах, связанных с вакцинацией от новой коронавирусной инфекции. На настоящий момент продолжается достаточно стабильная обстановка быть Момском, Малахевском и Верхнеколымском улусом, в которых провакцинировано более 80% взрослого населения. Они уже приступают ко второму этапу собственной защиты, начинают наращивать объемы по ревакцинированию граждан. Близко к 80% к исполнению. Мы ждем исполнения на этой неделе в Нижнеколымском улусе, в Среднеколымском и в Жиганском улусе. И уже тогда в республике 6 северных улусов будут более защищены с точки зрения, значит, именно населения и, соответственно, в том числе и через сохранение жизни. Однако менее 57% взрослого населения провакцинировано в трех районах нашей республики. Это про первый компонент идет речь Кобяйский, Намский и Чуропчинский улус. И несмотря на то, что определенного рода тенденция к увеличению количества, значит, вакцинированных есть, но, значит, достаточно стойко и без желания идет вакцинация, вернее, проводится вообще и работа по вакцинированию граждан в этих улусах. Поэтому хочется обратиться и к жителям этих улусах в наших с вами руках и ваших, прежде всего, в целом, здоровья граждан. Поэтому ждем на вакцинальных участках, а также на любых формах выездного вакцинирования населения. Вторую неделю мы живем в условиях измененного режима использования торговых центров, мест массового пребывания людей. Соответственно, людям мы начинаем уже постепенно привыкать к QR-кодам. И, соответственно, значит, хотелось бы обратить внимание на то, что в целом по Российской Федерации это уже такой становится определенного рода нормой поведения для того, чтобы прежде всего не допускать или ограничивать контакты людей, которые защищены от вакцины и защищены от вируса, и которые не защищены от вируса для того, чтобы не давать пробивать вот эти вот, значит, коллективные, формирующийся коллективный иммунитет. Спасибо. Спасибо.